Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга. Вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. 17 ноября отмечается Международный день недоношенных детей. Всем огромное спасибо за то, что они мне подарили такого сына. В сквере «Юность» открылась фотовыставка, посвященная участковым полиции. Фотоматериалы нам предоставили наши участковые, наши ветеранские организации. Восстановлено движение на выезде из микрорайона Бутово-Парк. Благодаря Минтранцу и департаменту строительства города Москвы нам удалось с ними договориться, чтобы открыть этот выезд. Рождение ребенка – радость для каждого человека. Бывает так, что малыш рождается раньше срока. В Виднувском перинатальном центре специализируются на выхаживании таких детей. И для сотрудников 17 ноября – Международный день недоношенных детей. Особенный праздник. Слово Юлии Стаферовой. Преждевременные роды – это угроза для здоровья и жизни как ребенка, так и мамы. Им требуется особый уход и врачебная помощь. Многое зависит от специалистов учреждений родовспоможения. Врачи делают все возможное для выхаживания и доращивания крошечных по весу малышей. Сегодня замечательный праздник. Всемирный день недоношенного ребенка. И мы его празднуем, потому что приоритет – это дети, которые родились раньше срока. Это с экстремально низкой и очень низкой массой тела. То есть рожденные до полутора килограмм. Это наши все пациенты, которые к нам регулярно ходят, наблюдаются. В честь этого события в отделение Катамниза пригласили выпускников Видновского перинатального центра разных лет. Для них подготовили развлекательную программу и организовали сладкий стол. А для мамы с патологией новорожденных и недоношенных детей депутат Совета депутатов Ленинского округа Татьяна Ершова привезла ценный подарок. Разрешите от всей души поблагодарить, от всего своего сердца за ваш труд. За ваш такой благодарный, красивый, душевный труд. Пусть он всегда ваш труд приносит только радость. Без подарков не остались и малыши, которые сейчас находятся под наблюдением врачей в реанимации. Представители активного долголетия связали для них пинетки и шапочки. Мамочки бесконечно благодарны всем за работу и внимание. Родились мы в Видновском перинатальном центре 24 июля 2022 года. Родились с весом 1,25 кг. 7 см. На самом деле я очень благодарна врачам и родового отделения, и отделения катамнеза, отделения реанимации. Всем огромное спасибо за то, что они мне подарили такого сына. Врачи Видновского перинатального центра работают в круглосуточном режиме для того, чтобы будущие мамы могли доверить им рождение своих малышей. А международный день недоношенных детей подчеркивает хрупкость маленькой жизни. Неделю назад один из двух выездов из микрорайона Бутова парк был перекрыт строителями, работающими на строительстве юго-восточной хорды. Она протянется через Москву от Варшавского шоссе до шоссе энтузиастов. Из-за закрытия дороги в жилом комплексе образовался транспортный коллапс, но теперь движение восстановлено. О неожиданно возникшей проблеме и ее решении нам рассказал начальник управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ленинского округа Андрей Пальтов. Как можно увидеть, сейчас машины беспрепятственно выезжают на Варшавское шоссе, а для пешеходов сделана дорожка. Но несколько дней назад все было иначе. Здесь проводится работа по строительству юго-восточной хорды, департамент строительства города Москвы. Из-за этого перекладка коммуникаций. Из-за этого были некоторые ограничения, был закрыт проезд. Жители массово начали обращаться в администрацию Ленинского городского округа, в департамент строительства, в Минтранс Московской области. Для администрации Ленинского городского округа действия московских строителей стали неприятным сюрпризом. Тем не менее, руководство муниципалитета провело ряд переговоров с ответственными лицами, в ходе которых и был найден компромисс. Благодаря Минтрансу и департамент строительства города Москвы нам удалось с ними проговорить, договориться, чтобы открыть этот выезд и дать возможности прохода обычным гражданам на остановку общественного транспорта. Пересмотрели график производства работ по перекладке коммуникаций и предусмотрели пока дать возможность жителям выезжать. Когда жители будут менее пользоваться данным проездом, данная работа будет проводиться. То есть намечено, что перекрывать дорогу будут в ночное время и в выходные и праздничные дни, когда трафик небольшой. Увидев, что работает съемочная группа, к начальнику управления дорожного хозяйства и транспорта Андрею Пальтову подошел местный житель. Он поблагодарил за оперативное решение вопроса, но посетовал, что пешеходная дорожка не освещена. Разговаривал с рабочим, то есть спросил, ну, сделайте хотя бы что-нибудь вечером, извещайте ему. Не, я видел, да. Мы вечером приезжали, когда ровно смотрели, что темновато, и пройти было. Ну, отработаем с ним. Хорошо, спасибо. Безусловно, масштабное строительство нескольких трасс и развязок, проходящие в настоящий момент на территории Ленинского городского округа, доставляет немало хлопот местным жителям. Но администрация муниципалитета прикладывает все усилия, чтобы неудобств граждане испытывали как можно меньше. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнар Абалаева, Видное ТВ. Служба участковых уполномоченных отмечает вековой юбилей. В честь праздника в сквере «Юность» открылась фотовыставка, посвященная самым народным полицейским, чья работа наиболее тесно связана с населением. Подробности в сюжете Натальи Буслаевой. На четырех стендах 47 фотографий по этап на рассказывающих истории участковых в муниципалитете. Начиная от ветеранов Великой Отечественной войны, служивших в рядах советской милиции. Портреты сотрудников, которые на протяжении многих лет отвечают за спокойствие и безопасность людей. А также кадры нынешних трудовых будней. Этап возрождения, становления, укрепления, ну и новое время, как современные участковые, в чем разница, как было, как есть и как будет в дальнейшем. Как отметил председатель Совета ветеранов ОМВД России по Ленинскому городскому округу Алексей Чучев, символично, что сквер «Юность» расположен рядом с домом, где находился первый пункт полиции. Строительство косогазового завода началось в 1949 году. В общем-то и здесь появилась милиция как таковая. Но вот это место историческое, особенно корпус дома, в подвале, здесь находилась именно милиция. И на протяжении трех десятков лет она, в общем-то, там находилась. Открытие выставки приурочили ко дню полиции и столетнему юбилею службу участковых уполномоченных. Экспозиция – совместный проект УМВД России по Ленинскому городскому округу и историко-культурного отдела Дворца культуры «Видное». Фотоматериалы нам предоставили наши участковые, наша ветеранская организация, потому что мы им очень благодарны. Мы им предложили такую идею, они с удовольствием откликнулись. Поэтому получилась такая выставка. В службе участковых уполномоченных муниципалитета трудятся более 40 человек. В разных уголках округа для удобства жителей функционирует более 10 пунктов полиции. Участковый – это тот, кто всегда на виду, тот, кто всегда на посту, тот, кто всегда с нашими жителями, да, в центре событий, и тот, кто может всегда прийти на помощь. И нам очень приятно, что сегодня здесь мы представляем экспозицию о, ну, наверное, мы осветили как бы основные моменты или фрагменты участкового службы в нашем Ленинском районе, а сейчас в Ленинском городском округе. Познакомиться с экспозицией может любой желающий. Выставка «Участковый всегда на посту» в сквере «Юность» будет работать до 19 декабря. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Центральной библиотеке города Видное состоялось шоу талантов. Представители Ленинского отделения Союза женщин России показали свое мастерство собравшимся. На мероприятии в Центральной библиотеке собрались творческие люди, которые пришли показать свои таланты. Стремления создавать и воплощать идеи в жизнь не могут оставаться без внимания. К выступающим обратился заместитель председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Валерий Черников. Нужно не останавливаться на достигнутых, нужно двигаться вперед, нужно реализовать все креативные решения, которые допустимы и возможны для того, чтобы и вовлекать молодежь, и самим не стучать, и радовать себя, и веселиться. А мы с своей стороны поддерживаем. В зале нашлось место песням, танцам, авторским стихотворениям, а также работам, созданными руками милых дам. Импульс для шоу дала литературный продюсер Яна Танаян. Она отметила важность проведения мероприятий, где каждый имеет возможность продемонстрировать свои таланты и заявить о себе. Это мероприятие, которое вдохновляет, и неважно, в каком вы возрасте находитесь, вы всегда можете проявляться, объединяться, создавать себе настроение и быть в ресурсе красивой, счастливой женщиной. И неважно, сколько вам лет. На шоу выступили песенные и танцевальные коллективы. Одним из них стал хор «Верные подруги», в репертуаре которого преобладают песни о любви к родине. Участники ансамбля отмечают, что выступление на шоу стало для них особенным. Важно это тем, что все-таки в таком возрасте мы все возрастные и мы все-таки заняты. У нас есть смысл жизни, мы поем, постоянно, как говорится, выступаем. Мы как-то поддерживаемся тематике ближе. Ну, правда, у нас всестороннее, но в основном о России. Россия ближе. В качестве приглашенного гостя на мероприятие выступил Андрей Пекалов, который подарил представительницам Союза «Женщины России» произведение из своего репертуара и радостные эмоции на весь вечер. Я сотрудничаю уже несколько лет с Союзом «Женщины России». Они меня приглашают на свои мероприятия, там, на 8 марта, на юбилейный вечер у них был. У меня репертуар очень большой, там, более 100 песен советских композиторов. Каждая участница была отмечена памятными подарками и благодарностями. В рубрике «Афиши выходного дня» мы расскажем вам о том, как провести предстоящие выходные. В субботу, 18 ноября, в 11.00 в библиотеке села Молокова пройдет мастер-класс по методу нейрографики. Вы погрузитесь в процесс рисования и получите новые эмоции. А в Доме культуры «Буревестник» в 12.00 состоится отчетный концерт студии эстрадного вокала «Счастливые люди». Вас ждут любимые песни «Вход свободный». В историко-культурном центре города «Видное» 18 ноября пройдет концерт, посвященный памяти композитора Владимира Мигули. Начало в 13.00 «Вход свободный». Библиотека поселка Новодрожино приглашает в субботу на интерактивную викторину для детей «Как появился Дед Мороз» Мероприятие для самых маленьких. Начало в 14.00 19 ноября в воскресенье музей-заповедник Горки-Ленинский ждет на мастер-класс в технике «Бумажный калаш» в рамках мультипликационной мастерской «Я режиссер». Начало в 11.00 «Билеты в кассах музея». Там же в 15.00 сотрудники музея-заповедника расскажут об опытах Исаака Ньютона и создании собственного калейдоскопа из картона и пластика в мастерской оптических иллюзий. «Билеты в кассах музея». Желаем вам хороших и приятных выходных! На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания!